Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркет, составлять ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. И также снова напоминаю для тех, кто еще не знает, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал, где мы на ежедневной основе публикуем большое количество аналитического контента. Это общие заметки по рынку и конкретные торговые рекомендации. Там же вы можете оставлять обратную связь, фидбэк мы не обязательно прислушаемся. Ну что ж, четвертый день, по сути, этой недели. Ранее мы обсуждали рыночную панику, рыночные опасения трейдеров за то, что мировая экономика постепенно оскатывается в смутные времена, которые были в 2020 году. Сейчас ситуация совершенно другая. Несмотря на то, что количество кейсов в случаях заражения в Австралии, в Индонезии, в Японии, в Англии, в Индии продолжает расти, участники рынка, судя по тому, как вели себя рисковые активы накануне, уже не так уверены в том, что мировую экономику ждут повторные ограничения и локдауны. В частности, сейчас, если оценить рыночную динамику, особенно в контексте движения американских фондовых индексов, точно можно сказать, что трейдеры не опасаются, что последний рост количества заболевших подорвет экономическое восстановление. Если нет таких опасений, то, соответственно, нет причины так сломя голову бросаться в расположение защитных инструментов, которым, как мы помним, ранее относился американский доллар. Поэтому американская валюта сегодня, собственно, и корректируется, как и происходило это еще под закрытие вчерашнего дня. Индекс доллара в моменте 92.76. Я надеюсь, друзья, вы помните мое отношение к баксу, как я работаю с этим активом. Это долгосрочная сделка, которая без свопов и в целом не представляет какого-то обременения, скажем так, для депозита. То есть работаем с активом в свое удовольствие, если вы обращаете внимание на фундаментальный фон и исходите из долгосрочных ориентиров. Напомню, что по доллару я сохраню селф вплоть до симпозиума в Джексон Холле в конце августа. А там уже буду ждать конкретные сигналы, точные формулировки от Федрезерва относительно того, как и когда и будет ли вообще меняться в ближайшее время политика регулятора в области процентных ставок и программы количественного смягчения. Какие-то дополнительные комментарии сейчас не нужны, потому что они ни на чем не будут базироваться. Не было каких-то новых обновленных макроэкономических данных по штатам и не было выступлений тех чиновников, мнение которых нас интересует. Чиновников-голосующих членов Федрезерва. Золото 1798 долларов за тройскую унцию. Сейчас очень много инвестбанков, мнения о которых я доверяю, говорят о том, что текущие ценовые уровни идеальны для открытия долгосрочных позиций. Я в какой-то мере с этим согласен, но в то же время понимаю, что если золото, которое имело достаточно фундаментальных оснований, ранее не смогло уйти на какую-то устойчивую восходящую тенденцию, может быть, на возвращение к бычьему ралли понадобится больше времени, чем прогнозируют эксперты, например, Goldman Sachs и Commerzbank. Goldman Sachs, как вы помните, ориентируется на 2000 долларов за тройскую унцию в перспективе менее чем год. Коммерцбанк на ближайшие 6 месяцев 1965. Сейчас котировки 1800 долларов за тройскую унцию. Если вам нужна долгосрочная сделка, то, на мой взгляд, существенно ниже текущих уровней мы не уйдем. И сопоставляя ту коррекцию, которая еще может быть по этому активу, с ожиданиями роста до 2000, в принципе, текущие котировки подходят для того, чтобы открывать ланги. Если вы все-таки не хотите рисковать, я советую на текущем уровне 1800 долларов за тройскую унцию не предпринимать никакой активности. Все будет зависеть от того, в ближайшее время, в ближайшие часы, устоит ли поддержка в диапазоне 1790-1800. Ну, а дальше уже посмотрим, как золото будет вести себя после того, как пройдет эта проторговка. Я лично в длинных позициях и на своих брифингах, на видео, которые мы записываем для вас на нашем YouTube-канале с сопартнерами, всегда комментирую золото и, в принципе, свою торговую активность, кому интересно, можете посмотреть. Рынок нефти после черного понедельника, когда котировки просели на более чем 7,5%, фактически вчерашний день это не то чтобы частичное, это даже процентов на 90, наверное, восстановление от того снижения, которое было ранее. Сейчас котировки уже в районе 72 долларов за баррель. И очень чешутся руки, конечно же, открытия ланги, потому что если рынок все-таки оставил в прошлом панику и признал тот факт, что ни жестких ограничений, ни локдаунов из-за эффективной кампании вакцинации уже не будет, то рынок нефти может выйти на прежний максимум, который мы видели ранее. Но я предпочитаю сейчас все-таки подождать сегодняшнюю торговую сессию закрытия недели и на следующей неделе уже посмотрим, откуда цены на нефть стартанут. И если это будут котировки 73 и повыше доллара за баррель, я предприму все-таки активности, открою новую длинную позицию, но об этом вам расскажу. Сегодня в центре внимания Европейский Центральный Банк. Заседание ЕЦБ в 14.45, процентные ставки в 15.30 без конференции руководителя Европейского Центрального Банка Кристин Лагард. Соответственно, по ожиданиям, скорее всего, все эти экономические стимулы, которые действуют сейчас в рамках ЕЦБ, проводятся руководством, останутся в силе. Это и классические традиционные программы количественного смягчения, это и фонды экстренного выкупа активов, облигаций, ну и, конечно же, процентные ставки. Все будет так, как есть сейчас. И я допускаю, что Европейский Центральный Банк, скорее всего, также просигнализирует без каких-либо условий о том, что стимулирующие меры будут оставаться в силе как минимум до конца этого года. Если, друзья, ранее вы прислушивались к моей рекомендации касательно шорта евро до отметки 1.17, то считайте, что такая формулировка от ЕЦБ сегодня может усилить коррекционную динамику, потому что трейдеры начнут работать с этой идеей и с подобными комментариями Европейского Центрального Банка, сравнивая их с тем, что ранее им удалось услышать от Федрезерва. То есть в игру вступит трейдинг на контрасте монетарных политик ЕЦБ и ФРС. Особенно я знаю, что среди вас много тех, кто покупает доллар, потому что считают, что ФРС будет ужесточать политику раньше, чем планировалось. Соответственно, при таком раскладе, если эта идея вам близка, то сохранение стимулов от ЕЦБ и ужесточение политики Федрезерва – это ковровая дорога для того, чтобы шортить евро даже с целями поагрессивнее, чем поставили мы ранее на отметке 1.17. И думаю, что сегодня как минимум нас ждет волатильность и допускает, что до уровня указанной поддержки мы легко сможем добраться. Функт не трогаем. Ранее мы на нем заработали. Хорошо, что вышли, потому что вчерашний день на фоне общего тотального позитива и восстановления отношения к риску – это коррекция по рисковому максимуму. И фунт улетел больше, чем на фигуру верх. Новых сделок пока не будет. И по остальным идеям все без изменений. Новозеландец в лонгах 0.6960 сейчас котировки. Долг канадец 1.2574. С одной стороны, я не торгую в моменте нефтью, но у меня есть канадец, который реагирует на то, что происходит с рынком нефти. И, пожалуйста, вчерашнее восстановление котировок WTI привело к тому, что канадский доллар укрепился. И фондовый рынок США, сезон квартальных отчетов, который начался чуть более недели назад. Из 7% компаний, которые уже отчитались, большая часть, это более 80%, их результаты превзошли ожидания. Это настраивает трейдеров на позитивный лад, поэтому по S&P и NASDAQ мы видим практически снова возвращение индексов к историческим максимумам. 4352 пункта по S&P и 14838 пунктов по NASDAQ. Еще чуть-чуть. Я говорил это, правда, за последний месяц неоднократно, но вы сами видели, буквально несколько пунктов нам не хватало для того, чтобы добить по NASDAQ на отметке 15 тысяч пунктов. Сейчас при поддержке сезонно-квартальных отчетов и при том, что трейдеры более не паникуют, допускаю, что ралли о фондовых индексах продолжится. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока.